Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Здравствуйте, мои дорогие подписчики на канале YouTube! Приветствую вас сегодня, 31 декабря. Время в Лос-Анджелесе 10 утра 30 минут. Собственно говоря, через 30 минут по московскому времени в 22.00. Я вам обещал, на протяжении этой недели прошедшей, выйдет небольшой поздравительный выпуск на канале «За бугром» live на YouTube с моими маленькими пожеланиями и секретами. Секретами, чего хочу достичь я, чего я хочу в 2018 году. Ну и, соответственно, хотя свои пожелания передать своим друзьям, и, возможно, вы что-то возьмете себе на вооружение. Итак, в протяжении 2017 года у нас происходило в жизни, вот лично в моей семье, очень много изменений. Еще в начале 2017 года мы жили в Колорадо-Спринг, в замечательном солнечном городе, который покорил наше сердце и наши мозги. Нам очень нравилось этот горный прекрасный городок. Я даже его так все называл. Моя любимая деревня. Ну, по, так скажем, судьбе, воле и судеб мы переехали в Калифорнию, и сейчас мы живем в Голливуде. Я к чему это говорю? Мы зачастую, провожая старый год, в начале нового года говорим «Этот год был тяжелый». Вот вспомните любой из предшествующих годов, какой он был. Мы всегда так говорим. Год прошедший был тяжелый, пусть предстоящий год будет лучше. Ребята, давайте не будем себя тешить иллюзиями, так скажем. Каждый год, каждый год, который наступает в нашей новой жизни, он принесет ровно то, на что мы себя прогнозируем. И запомните, очень важная вещь в нашей жизни, нам судьба, нам вселенная, нам космос, нам Господь Бог дает ровно то, что мы можем с вами сделать, ровно то, на что мы способны. И еще одна фишечка. Я только сегодня вспомнил, что есть очень много лекарств, которыми нас, так скажем, кормят, попоят врачи, родители, которые очень-очень невкусные на вкус. Простите за тавтологию. Горькие, например, какие-нибудь, да, настойки. Но ведь вы помните, каков результат после таких настоек? Проходит кашель, проходят какие-либо другие болезни. То есть не все то, что мы в жизни хотим, чтобы произошло, хорошее, счастливое, радостное, начинается с меда и сахарной ваты. Нет. Иногда нужно скушать ложечку какого-нибудь такого не очень вкусного, но полезного вещества. Это я к тому, что нужно принимать в жизни абсолютно все. Нужно принимать жизнь такой, какая она у вас есть. Но если что-то в жизни не устраивает, не удовлетворяет вас, нужно заглянуть внутрь, не искать причины вокруг себя. Все кроется только внутри нас. Вот мы каждый год друг другу желаем много денег, богатства, красивых жен, детей и все-все-все, бла-бла-бла. Знаете, нужно в моем понимании, да сугубо мое забугорское мнение, в моем понимании пожелать связи с самим собой, пожелать связи с душой. И тогда любые, любые ворота, любые, так скажем, двери любого коридора будут открыты для бизнеса, для творчества, для построения семьи. А ведь семья это и есть построение. Знаете, многие в поисках своей второй половинки загоняются и, знаете, во время уже этой гонки так устают, находя свою вторую половинку, не стараются, не трудятся, не работают над отношениями. А это большая ошибка. Опять же, повторюсь, зачем я все это говорю? Это мои мысли. Это мои мысли, которые относятся в первую очередь к моей жизни. И я их как раз и беру из своего собственного личного опыта. Поэтому, пройдя через путь, так скажем, мужчины, которому сейчас 46, мне в 2018 году исполнится 47 годок, я прекрасно понимаю, что большую часть своей жизни я потратил немножко не на то. Конечно, я получил колоссальный опыт. Я получил колоссальный опыт от общения с людьми. В моих предыдущих браках я получил, собственно говоря, какой-то опыт общения с противоположным полом. Потому что, к сожалению, в наше советское время, и как и сейчас, собственно говоря, не было никакой культуры воспитания. То, что могла дать только семья. Мама, папа, бабушки, дедушки зачастую больше принимали участие в воспитании на нас, детей. Вот, поэтому, знаете, хочется передать, вот, например, своим детям культуру общения с людьми, культуру общения в семье между родителями, культуру общения родителей и детей. Не стоит забывать это. Очень важно. Мы зачастую, вот, собственно говоря, я не исключение, стараемся в новогодние праздники, в день рождения, откупиться дорогими, красивыми подарками, лишь бы ребенок был счастлив. А если это подарок недорогой, ты думаешь, вот какой же ты скупердядь. Самое дорогое, что мы можем подарить нашим детям, нашим родителям, нашим близким, это нас самих. Наше внимание, наше искреннее внимание, искреннее отношение к человеческой жизни, к судьбе человека. Вы знаете, мы зачастую больше рассказываем о друг друге, бла-бла-бла, какие мы все красивые, какая наша жизнь перспективная, но мы зачастую уходим от искренности и теряем контакт с близкими, потому что они не чувствуют отдачу, они хотят нам рассказать, а мы все о себе, а мы все о себе. Вот у меня вчера был контакт с моей мамочкой. У меня, конечно, постоянно есть контакт в скайпе, мы общаемся, и это было такое грандиозное вчера общение, которое я не могу выразить именно вот словами, но на расстоянии Лос-Анджелеса, Москва, мы в таком большом расстоянии почувствовали искреннее тепло и любовь друг к другу по скайпу. Она показала мне фотографии, где я был маленький. Я это специально попросил, хотел сравнить, какой я был и какой мой сын Павла Уша. У него сейчас 4 года. Что я вижу? Одно лицо. Одно лицо, одни и те же поступки. И я хочу на примере своих поступков, своих действий, своей жизни передать им навыки поведения человека в социуме, социальное общение. Вот для чего мы ведем все эти видеовлоги, для чего мы общаемся в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке. Именно для того, чтобы, во-первых, развить себя, во-вторых, передать это нашим близким, передать нашим это друзьям. Возможно, кто-то смотрит со стороны просто для того, чтобы получить какой-то фан, какое-то развлечение, зарядиться позитивными эмоциями. Это тоже хорошо. Но я знаю, что мне пишут, не пишут, пишут мне люди в социальных сетях и присылают сообщение благодарности о том, что в моих словах, где-то между строк, прочли, слышали то, что помогло им в определенный момент жизни. Например, бросить, пить, курить, заняться семьей, начать заняться семьей. Потому что, увлекаясь погоней за деньгами, мы постоянно ловимся, 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 ловимся. И забываем самое светлое, самое чистое. Нашей семье не стоит это делать, потому что последствия очень, очень, очень плохие. О своих секретах, о своих секретных пожеланиях в 2018 год я могу сказать искренне. У меня нет специальных пожеланий, связанных с обогащением, у меня нет специальных пожеланий, которые несут какие-то материальные блага. У меня есть искреннее пожелание избавиться от моих комплексов, в принципе, опять же, у меня есть огромное пожелание начать говорить красиво и правильно. Ну, это уже вторично. Одно из самых ярких моих пожеланий, я хочу избавиться от зависти. Я неоднократно говорил, что мы, люди по своей природе, по нашему воспитанию, имеем две черты, две характеристики, которые нас губят и скатывают назад. Это страх и зависть. Вот эти две позиции я буду развивать, и для этого ставлю целый, так скажем, комплекс своих задач и поставленных целей. Их будет сто, я их выписываю, и на протяжении 2018 года я буду снимать видео по каждой этой цели. То есть я, во-первых, озвучу их, у меня будет в 2018 году, в начале января, я думаю, что в первые десяти днях я сниму это видео. Видео о своих целях, которые я поставил на 2018 год. Возможно, возможно, там будут и присутствовать материальные цели, которые будут фигурировать как основные задачи достижения, так скажем, моих генеральных мыслей. Как я буду бороться с этим? Я искренне признаюсь в том, что наполнен зачастую завистью, видя более успешных людей. То есть когда ты видишь человека, который делает что-то лучше тебя, ты думаешь, господи, ты же так стараешься, почему у тебя это не получается, ты бездарь, ты не создан для этого, делай, возьми лопату, иди копай. Вот это есть страх, как раз страх сравнения себя с кем-то. Мы можем друг друга сравнивать, мы все абсолютно разные люди, мы все абсолютно живем в разных мирах и иллюзиях, потому что все, что мы видим вокруг себя, опять же, повторюсь, это мои слова, это в прямом смысле иллюзии, которые мы получаем из нашего головного мозга, формируя на основе, базе, нашей базы наших прочтенных книг, просмотренных фильмов, жизненных ситуаций и так далее. Поэтому каждый человек, видя в другом человеке, старается увидеть частичку себя. Я почему как бы уже давно не реагирую на какие-то троллинговые, так скажем, сообщения, какие-то месседжи, да, потому что я прекрасно понимаю, что нельзя перекрасить человека в белый цвет, если он живет в черной коробке. И сам удивительный, я не имею в виду черных наших братьев, которые по цвету кожи отличаются от нас, тем более, что для меня вообще человека, человека, я очень люблю это слово, не существует национальности, для меня не существует пределов развлечения человека по цвету кожи и его вероисповеданию. Для меня есть две категории. Умные дураки. Умные это не те, кто как раз, кто прочитал много книг, да, изучитил докторские диссертации. Эти люди тоже, очистую многие, могут быть называться умными. Для меня умный человек, который старается в своей жизни сделать что-то для себя, для семьи и для окружающих. Вот это вот, наверное, самые такие важные показатели, когда я встречаюсь с людьми, оцениваю, зачастую бывают просто люди, как я ранее, пиаримся. Мы пиаримся друг перед другом, мы постоянно что-то в что-то хотим кому-то доказать, у кого что больше. Но с возрастом, со временем, я прекрасно понимаю, что все это соревнования, которые мы устраиваем, опять же, сами, это совершенно ненужная трата времени. Подводя к заключению свои секретные, так скажем, пожелания, я очень хочу пожелать себе и всем вам в 2018 году ценить время. Ценить время – это самое дорогое, это дороже здоровье, это дороже денег, это дороже всего. Каждая минута, прожитая на этой планете Земля, должна быть бесценна. И это не просто слова для того, чтобы запилить на очередное видео, это очень важные слова, которые я хочу передать себе. Я уверен, ты это, Забугорский, это реально услышишь и возьмешь себе полностью на весь год на вооружение, ценить каждую минуту, начинать свою жизнь каждый день, как ты начинаешь, или в 4 утра. А я встаю в 4 утра, стараюсь лечь в 21.30. Я хочу пожелать мира и добра, я хочу пожелать своему поколению, своему человечеству. Я почему говорю своему? Потому что я причисляю себя к планете Земля, я не отделяю, не отщепляю, знаете, вот есть люди, есть я. Я хочу пожелать, чтобы мы всегда находились в согласии со своей душой, в мире любви. И будьте уверены, что не стоит гоняться, как правильно сказать, за золотым тельцом. Он вас сам найдет, он найдет и отблагодарит вас за то, что вы делаете. С наступающим, а многих уже и наступившим, новым 2018 годом. Мы вас очень любим, мы вас очень ценим. Вся моя семья с бугром live. Мисс Анюта, Машенька, Павль. С Новым годом!